Фонтаны горячей воды струились на улицах города в разных местах. Это улица Жердева, рядом с одной из баз. Порыв теплосетей произошел прямо на тротуаре. Провалился асфальт. Теперь эта яма полностью перегораживает пешеходную дорожку. За сутки провал лишь увеличился. Жители всерьез опасаются получить травму и переживают за детей. Хлипкое ограждение вряд ли спасет. Это, конечно, опасно. Вдруг провется, когда мы будем идти и получим травмы. Особенно она. Это же, если в темноте человек пойдет, освещения не будет, не увидит, естественно, будут последствия, травмы. Очень опасно для здоровья. На улице Пирогова вблизи кондитерской фабрики уже вырыт котлован. Он даже не огорожен и не установлены никакие предупреждающие знаки. А вот на улице Ключевской ремонтные работы проходят прямо в жилом дворе. Задействовали спецтехнику. Пришлось вскрыть не только ровное асфальтовое покрытие, но и даже ограждение придомовой территории. Ну, конечно, неудобно то, что раскапывают опять. В прошлом году делали, но я говорю, что, надеюсь, они заделают это все. То есть асфальт восстановят. Перекрыты тротуарные дорожки и подъездные пути. Представитель ТГК-14 отказался общаться. Здесь комментариев. Обращайтесь в Персужбу ТГК-14. Мы так и поступили, как объяснил их сотрудник, пока у них нет данных. Гидравлические испытания закончены, но признает, что аварий действительно много. Пока нет точной информации. Там просто, понимаете, все же задействованы были. Кто-то звонки от людей принимал, кто-то, то есть, как бы, мониторил обстановку, где порывы. То есть бригады выезжали, оперативно распространяли. Потому что порывов немного по городу. В ТГК-14 подводить итоги гидравлических проверок теплосетей собирается в торжественной обстановке пресс-конференции. А пока многочисленные ямы продолжают красоваться на улицах города. И таить в себе угрозу здоровья горожан. Хорошо, хоть фонтаны перестали бить из-под земли. С одном Ирдынеев, Федор Моденов, телекомпания АТВ.